Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ в студии Елена Камалова. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Страшная трагедия произошла в детском саду Ульяновска. Как обеспечена безопасность воспитанников челнинских дошкольных учреждений? Мусор, вредители и невыносимая вонь. Дачники саду общества «Весна-2» пожаловались на плюшки на живущего по соседству. Подробнее расскажет Руслан Бигбухаметов. Устали от вандалов, горожане жалуются на сломанные домофоны. Помидоры, баклажаны, перцы, как садоводы, готовятся к дачному сезону. Съемочная группа телеканала Челны ТВ решила провести эксперимент. Цель – попасть внутрь дошкольных образовательных учреждений. На данную проверку мы решили пойти из-за трагедии, которая произошла накануне в Ульяновской области. 26-летний мужчина зашел в одну из групп и открыл стрельбу. В результате погибли два малыша и воспитательница. Стрелок также свел счеты с жизнью. Как преступник попал в здание? Как осуществляется охрана дошкольных учреждений? Мы решили это проверить. Тест детским садам устроили мои коллеги Кирилл Хабзей и Эльмира Гайнудинова. Мы не выбирали целенаправленно какие-либо детские сады, поэтому не знаем ни их названий, ни их номеров. Будем пытаться зайти в те дошкольные образовательные учреждения, которые будут попадаться на нашем пути. Ну что ж, начинаем наш эксперимент. Давайте узнаем, сможет ли незнакомый человек зайти в этот детский садик. В целях безопасности мы не будем указывать, какие дошкольные образовательные учреждения посетили. Согласно легенде, я подруга мамы ребенка, которая попросила забрать малыша пораньше. В первом детском саду калитка была открыта. На основном входе домофон. Звоним. Как видите, в здание детского сада я попала беспрепятственно. Никаких вопросов у охраны не возникло. Только уже внутри сотрудники поинтересовались, к кому именно я пришла. Я вот сегодня, получается, позвонила в дверь и мне сразу открыли. Почему не спрашивают, кто пришел и зачем? Видели, что вы в видео пойти уже? Тут уже сообщили, что ходит видео. У нас постоянно контроль здесь. У нас постоянно глаза по детскому саду смотрят. Вот вы здесь были и вот здесь были. У нас вахтер все видит. Просто вас видели, что вы с камерой идете. Детский сад действительно по всему периметру оборудован камерами видеонаблюдения. Незамеченным пройти не получится. Это факт. И входная дверь закрыта. А сейчас мы находимся в новом детском саду. Здесь современная система видеонаблюдения. Поэтому все свои вещи я отдам оператору для того, чтобы меня никто не узнал. Калитка с видеонаблюдением. Поэтому охранник и сторож сразу видят, кто пришел в дошкольное учреждение. На входе в детский сад также домофон. Меня встречает вахтер. Здравствуйте. Меня подруга попросила дочку пораньше из группы забрать, из пятой группы. Пропуска нет, я вот не могу вас пропустить. Зайдите, сейчас я заведующую позову. Хорошо, спасибо. Заведующая спрашивает фамилию ребенка. Фарс раскрыт. Мы получили с управления образования приказ об усилении пропускного режима. Сегодня со всеми сотрудниками был проведен как раз инструктаж. Были собраны подписи. И усилен пропускной режим в связи со вчерашней ситуацией в Ульяновской области. Съемочная группа телеканала Челны ТВ не будет ставить оценок. Выводы пусть наши телезрители делают сами. Эльмира Гаинюдинова, Кирилл Хабзеев, Новости Челны ТВ. За последние сутки в нашу редакцию поступило несколько народных новостей. Так, челнинцы пожаловались на дорожные ямы в 24-м комплексе. А во дворе дома 49-21 жильцы засняли фонари, которые горят средь бела дня. Дачники садового общества «Весна-2» обратились в нашу редакцию за помощью. Они пожаловались на соседа, который ежедневно тащит к себе на участок мусор. В проблеме разбирался Руслан Бекмухаметов. Наш герой, так называемый Плюшкин, упорно копит мусор на своем участке на протяжении трех лет. За это время образовались горы разнообразных отходов. Пластик, доски, строительный материал, электроника. Среди хлама даже виднеются целые инвалидные детские коляски. О комфорте Плюшкин не забыл и не стал захламлять тропинку, которую ведет в дом. Видишь, мы всем праздником готовы, все убирают. Ага. Все убираете-то что? Все убирать буду, все. Вот здесь я вижу сейчас? Сад-огород на продаже стоит. Все. Он уже скоро продан будет. И давно начали вывозиться? Уже неделю. Но соседи Плюшкина в эту историю не верят. Дом буквально утопает несанкционированные свалки. И, по словам дачников, она только пополняется. Садоводы вместе с председателем стараются бороться с мусором и его хозяином, но попытки тщетны. Вызывали его и направление, беседовали, и в экологию звонили. Вроде говорит, уберем, уберем, но, как видите, ВОЗ и ныне там. Ничего не убирается. И как бороться с этим человеком, мы уже, честно, не знаем. На протяжении скольких лет он уже копит это? На протяжении уже трех лет это. В Прикамском территориальном управлении Министерства экологии нам пояснили, что так как участок частная собственность, Плюшки на законных основаниях имеет право делать на нем, что пожелает. Но можно взять пробы грунта, чтобы проверить заражение почвы. И если мусор несет угрозу природе, Плюшкину вынесут предписание, обязывающее прибраться. Кроме того, территорию могут отнести к разряду земель, которые используются не по назначению. Это грозит владельцу штрафом в размере от половины процента до процента кадастровой стоимости участка. Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, Новости Челны ТВ. Умные домофоны установили лишь на нескольких домах, но они уже стали жертвами вандалов. Кто-то приклеивает жвачки, кто-то пинает и ломает панели ножами. Но, видимо, нарушители порядка не думают о том, что каждый такой домофон оснащен камерой видеонаблюдения. И вот одна из таких дебоширов попала в объектив. Челнинка разбила новую панель, и теперь ее ищет полиция. Тему продолжит Лилия Хабибьянова. Дверь открывай. Это видео быстро разлетелось по соцсетям. Челнинка посреди ночи решила выяснить отношения с умным домофоном. Ей не понравилось, что дверь так и никто не открыл. Дело пошли к кулаке, а позже женщина, ругаясь нецензурной бранью, нанесла несколько ударов ногой. Жительница не из нашего дома, но, видимо, при опьянении она перепутала подъезды с чужого дома и стучалась в наш подъезд. Ну, надеюсь, наши жители будут более внимательны. Повреждения разъяренной Челнинка нанеслась значительная. Сильно пострадала камера. Пришлось заменить домофон на новый. Их надо наказывать, потому что, если это просто оставлять путем выговора, это никакой вывод человек не делает, соответственно, будут повторяться такие вещи. По словам директора на береже Челнинского зонального узла электрической связи, это уже не первый случай вандализма. С марта, когда начали устанавливать домофоны, зафиксировано три происшествия. Ситуацию с женщиной руководство организации уже написало заявление в полицию. Хотелось бы сказать, конечно, что общество накажет, но на самом деле там просто будет взыскание. Взыскание в виде конкретной суммы за порчу имущества. То есть это достаточно весомо, и мы так будем поступать с каждым, даже тех, которые не попали в соцсети. То есть этот опыт есть. Челнинке, вероятно, придется заплатить административный штраф за порчу имущества, а также возместить ущерб. Его размер пока не установлен, но стоит отметить, что панель стоит около 50 тысяч рублей. Лилия Хабибьянова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Одни с нетерпением ждут весеннего солнца, другие предпочитают от него скрываться в салонах своих авто. В набережных Челнах сотрудники ГИБДД вышли в рейд по тонировке. Без нарушителей снова не обошлось. Водители знают о запрете тонировки, но это не мешает некоторым ездить с темными стеклами. Поэтому сотрудники ГИБДД регулярно выходят в рейды, чтобы выявить нарушителей. Долго ждать не пришлось. Первый любитель тонировки попался почти сразу. Который раз вас за тонировку останавливают? Уже не первый раз точно. Много раз. А почему продолжаете нарушать? Нравится ездить тонированным. Сильная тонировка запрещена не просто так. Пропускная способность стекла напрямую влияет на скорость реакции водителя, предупреждает автоинспекторы. С темными окнами снижается шанс вовремя заметить пешехода. Сотрудники ГИБДД проверяют светопропускаемость с помощью ТАУ-метра. Если прибор показывает меньше 70%, значит водителю светит не солнце, а протокол об административном нарушении. Согласно техническому регламенту о безопасности колес и трансовых средств, светопропускаемость ветровых, а также переднего боковых стекла автомобиля должна быть не менее 70%. При повторном совершении данного административного правонарушения на воде составляется протокол согласно статье 19.3 Код СССР об административных правонарушениях, то есть невыполнение законом требований сотрудника полиции. За нарушение требований к светопропусканию автостекол предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. В случае повторного правонарушения водителям грозит санкция до 2000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Руслан Бикмухамед, Файбер Мусин, Новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Санаторий Шифала Суежминвода предлагает программу для лечения, профилактики хронических заболеваний дыхательной системы, свободное дыхание. Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Приглашаем на зеленую неделю саженцев, рассады и инвентаря с 27 апреля по 1 мая. Выставочный центр «Экспо Кама». Вы смотрите новости и мы продолжаем. Как найти подход к ребенку с ограниченными возможностями здоровья? Как помочь ему вырасти полноправным членам общества? Ответы на эти вопросы дали в 42-й школе в рамках проекта «Добро во благо особенных детей». В Автоград приехали специалисты и волонтеры из Казани, чтобы обучить челнинцев тьютерской поддержке. Кто такой тьютер и как проходили занятия, расскажем в нашем сюжете. Вот так легко в игровой форме проходили уроки в 42-й школе. Ученики – студенты медицинского колледжа, учителя, волонтеры и психологи, работающие с особенными детьми. Мы дадим небольшую теоретическую, теоретические вопросы раскроем на залоге некоторых и покажем, как вступать правильно во взаимодействие с такими детьми и как оказывать им тьютерскую поддержку и помощь. Тьютер – это специалист, который помогает ребенку адаптироваться в окружающем пространстве. Ребятам пришлось примерить на себя роль малышей с ОВЗ, чтобы научиться понимать их и помогать им. Чувствую некомфортность, какой-то дискомфорт. Ребенок с такими возможностями ограниченными чувствует себя очень остраненным от мира, чувствует себя не таким, как все. Ему нужна эмоциональная поддержка, чтобы он понимал, что он не такой, ой, он такой же, как все. В этом нет ничего плохого. Он может достичь каких-то определенных высот. Помимо игровых тренингов для студентов, специалисты организовали семинар для челнинских психологов, работающих с семьями, в которых растут особенные дети. Мы думаем, что для их дальнейшей работы вот эта учеба будет очень полезна. Такие психологи очень-очень востребованы. И вообще волонтеры, тьютеры, они очень востребованы, потому что семьи очень нуждаются в людях, которые им помогают. Семьям тяжело таких детей воспитывать и физически, и морально, и материально. Кроме того, специалисты обучают педагогов искусства работать с талантливыми особенными детьми. Тренинги и семинары проводятся по всей республике. Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Пластиковые ложки, пакеты и даже кинематографическая лента. Из всего этого школьники и студенты сотворили более 50 картин в конкурсе фестиваля «Зеленый мир-2022». Мероприятие прошло в молодежном центре «Орион». Бытовой мусор можно превратить в искусство. Это доказали школьницы Азалия Фазладинова и Елизавета Лизунова. Из втулки, от скотча и бумаги девочки создали картину. На работу они потратили три дня, но это того стоило, уверены челнинки. Были также сложности в построении композиции. Некоторые вещи мы переделывали, и это занимало еще больше времени. Свою работу девочки представили на конкурсе «Зеленый мир», который проводится уже 14 лет. Цель фестиваля – привить молодежи, любовь к окружающей среде и заботу об экологии. В этом году участниками стали 150 школьников и студентов. Ежегодно у нас разные номинации. В этом сезоне у нас номинация «Картина из мусорной корзины». Более 45 работ прислали. Также номинации у нас «Экологический видеоролик», где ребята освещали эко-привычки свои. Эко-привычки у ребят разные, но одинаково полезные. Например, студентка Дарья Скокунова рассказала о том, что отказалась от пластиковых пакетов. Наша идея была в целом в том, чтобы донести до людей, что использование пластиковых пакетов – это не очень логично. Можно использовать более экологические вещи, то есть шопперы, разные эко-сумки. И в целом в этом нет ничего сложного и недоступного. Это вполне себе может улучшить состояние природы. Подобные конкурсы не только выявляют творческий потенциал ребят, но и обращают внимание на глобальные экологические проблемы. Переработка мусора, загрязнение мирового океана и потепление – это именно то, на что нужно обратить внимание прямо сейчас. И такие фестивали в этом помогают. Арина Шамина, Ленар Султанов, Новости, Челны ТВ Помидоры, баклажаны, перцы, выращивание рассады овощных и цветочных культур – дело увлекательное, но очень ответственное. У многих садоводов часто возникают вопросы – какой грунт выбрать, в какие емкости посадить, чем подкормить и когда лучше начинать. Секреты огородничества узнала Арина Шамина. Людмила Багрецова – огородник со стажем и подготовку к дачному сезону начинает еще с января. В первую очередь замешивается грунт, делится челнинка. Он должен какое-то время постоять, в феврале начинаются первые посадки. Сейчас на балконе уже проросли помидоры, баклажаны, перцы и даже дыни и арбуз. Сорта женщина выбирает отечественные, их качество не подводит много лет, урожай получается богатым и сочным. Ну не знаю, как-то, знаете, уже они и ко мне привыкли эти сорта, потому что они знают, как я за ними буду ухаживать, и я к ним привыкла. У дачников секретов много. Например, для крепких стеблей и корневой системы саженцев рекомендуют вынести растения на балкон, как только температура достигает нуля. Самый большой секрет – это луковая шелуха. А чем это полезно рассаде? Чуть-чуть рассада начинает что-нибудь капризничать. Настояла стаканчик в литровую баночку, чуть-чуть скипятить, ну даже не кипятить, а настоять хорошо. И полить. Они и обеззараживаются, и получают шикарные витамины, и не надо никакой химии. Дачники уже начинают посещать свои участки, делают уборку и готовят почву. Но вот сажать в землю культуру еще рано, говорят специалисты. Земля не прогрелась, и растения могут просто погибнуть. Земля еще полностью не прогрелась для того, чтобы теплолюбовая культура, такие как томаты, например, перца, можно было сажать. И многие огородники это знают. Фактически эти растения могут сажать, когда уже устанавливается устойчивая теплая погода, и земля достаточно прогревается. Несмотря на то, что на улице 20 градусов тепла держится уже несколько дней, это не повод вести свои саженцы на дачу. Синоптики предупреждают, уже в четверг температура упадет ниже 10 градусов. Ожидаются дожди и грозы. А на выходных максимальная температура составит 13 градусов тепла. Арина Шамина и Кирилл Хабзей. Новости Челны ТВ. Саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, рассада овощей, элементы декора и многое другое можно не только увидеть, но и приобрести в рамках форума «Стройэкспо Татарстан-2022». Представители плодопитомников и строительные отрасли подготовили новинки и лучшие товары. Выставка благоустройства территории «Ландшафтный дизайн-2022» – это отличная возможность присмотреть дачный домик, беседку или теплицу, приобрести малые архитектурные формы, пластиковые изделия для ландшафтного дизайна, а также удобрения. Большой ассортимент плодово-ягодных и декоративных культур. Продаем от одного года, выращенные, значит, они в контейнере с землей, это приживаемость уже 100%. И через два года они уже будут плодоносить яблони, груши, сливы и все остальное. «Ландшафт-дизайн, пожалуйста, зеленью очень много привезла, туй красивых многолетних, самшитов, магонии, пионы деревовидные, гортензии, очень много красивых цветов многолетних. Малина дерева, значит, отростки не дает, не колючая, высота 2 метра 2,20 у нее». «Привезли много всего интересного, а именно плодовые саженцы, декоративные, розы, груши, яблони». Ознакомиться с достижениями современного рынка, строительной и дизайн-индустрии, а также приобрести рассаду и инвентарь к сезону можно в вызывочном центре «Экспо Кама» с 27 апреля по 1 мая. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды, сразу после него вашему вниманию новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь, до встречи на нашем телеканале.